Я думал, сейчас игры начнем писать, там, Тетрис, Марио, все дела. Что сегодня из себя представляет Сколково? Мы превращаем идеи в деньги. Твоя депутатская деятельность, чему там научился? И я прихожу, а там жесть вообще. Про некоторые эксперименты с мозгом ты начал говорить. Слушай, это, конечно, отдельный мир. Что ты, как бы, с собой делаешь, чтобы так выглядеть отлично? Я снимаюсь в фильмах. Выключаешь телефон и отдыхаешь две недели. Ты был депутатом изгнательного собрания какого региона? Краснодарского края. Краснодарского края. Сколько лет пробыл? Знаешь, такая интересная история была. Я в 2007 году стал депутатом. Это был первый созыв мой депутатский. С 2007 по 2012, соответственно, пять лет. Потом я в 2012 году опять выбрался. Юрий Сопрыкин, 41 год. Вице-президент по региональному и международному развитию, некоммерческой организации фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий фонда Сколково. Управляющий директор фонда Сколково. Первый созыв был в Комитете по науке и образованию и молодежной политике, поскольку из молодежной политики вырос. Хотя молодежной политикой в меньшей степени занимался, сосредоточился на науке, образовании, красной инновации. Кстати говоря, один из первых законов в технопарках об инновационной политике. Мы как раз в нашем комитете писали, что 2007 год, еще ни Сколкова не было. А потом в 2012 году я выбрался второй раз и перешел в Комитет по бюджету. Ну, считается, что Комитет по бюджету такой взрослый, и надо было как-то... То есть это был такой карьерный рост. Я стал уже в бюджетной политике разбираться. Юрий, расскажи, а как в 26 лет можно стать депутатом законодательного собрания? Ты приходишь и говоришь, возьмите меня в депутаты? Да нет. Или как это происходит? Слушай, чтобы понять... Чтобы понять, почему так получилось, значит, надо понять, что... И я думаю, что у любого молодого человека есть такой шанс. Мне кажется, любая публичная политическая деятельность в каком-то возрасте, она все равно имеет под собой корни общественной деятельности молодежной. Есть ты активист в школе. Помнишь, как в этом фильме? Песчаный карьер, два человека, я. Мясокомбинат, я. Вот я примерно в таком же режиме, в школе, значит, всегда был активистом. И это интересная история. Была такая организация, она и сейчас до сих пор есть. Это одна из первых, если даже не первая, общественная организация молодежная в России. Она называется Ассоциация юных лидеров. Эта организация возникла как следствие соглашений Горбачева с Рейганом о студенческих и молодежных обменах. Собственно, я попал в эту организацию, АЮ, она называлась, будущее еще в школе. Дальше все это переросло, когда я пошел в университет, в другие молодежные общественные организации. Была такая организация, идущие вместе. Значит, по-разному к ней можно относиться, кто-то считал ее одиозным. Но это был, когда я попал в АЮЛ, это был 95-96 год. Идущие вместе возникли на волне прихода Владимира Путина президентом. И это была организация, которая молодежь мобилизовала на поддержку молодого и перспективного президента. И мы там были в первых рядах. А Селегер тоже там это все рядом было? Это позже. Хотя первый Селегер, он как раз был при идущих местах. Об этом мало кто знает. Ее задача была... Ну, ты помнишь конец 90-х, что было, и особенно в молодежной среде. И в начале 2000-х это непростая ситуация была в стране. И задача этой организации была просто увезти молодежь с улиц. Кто хочет спортзал заниматься, вот тебе спортзал. Хочешь там собирать литературу для детских домов, собирай литературу для детских домов. Хочешь смотреть патриотические фильмы, вот тебе, пожалуйста, возможность снять кинотеатр, сделать патриотический кружок. То есть мы этим занимались. Очень понятные утилитарные задачи. Там молодежная политика, которая есть сегодня. Мне, конечно, приятно все это видеть. И сегодня много ресурсов, много возможностей. Но это просто, знаешь, такая пропасть между этими двумя молодежными политиками. Принципиально другие задачи решаются. Креативные индустрии там. Всякие там Росмолодежь делает креативные пространства. Грант раздают. Это вообще небо и земля просто было. Я просто в эту струю попал. Дальше, соответственно, было движение «Наше», молодая гвардия. То есть уже организации более большого федерального масштаба. И в какой-то момент, 2005-2007 год, формировалась такая повестка, что возник широкий спектр молодых людей, которые участвуют активно, в том числе и в политической жизни страны. Им нужно делать куда-то следующий шаг. И тогда, я не знаю, помнишь ты или нет, возникла идея партии «Единая Россия» о молодежных квотах. И тогда в парламенты, в муниципальные советы, в ЗАГС-собрания, в Государственную Думу была 20 или 25-процентная квота именно на таких молодых ребят, условно, там денег нет, гол как сокол. Но все-таки выборы – это деньги, это ресурсы, это взрослые ребята, избирательные округа. У меня там округ был 133 тысячи населения. Это большой округ. То есть, у меня, конечно, не было возможностей финансовых в первую очередь и административных, чтобы стать депутатом. Но тут «Единая Россия» сказала, все, ребята, мы даем квоту, чтобы вот такие молодые парни, активные, которые в этой среде вертелись, они пришли. И мне поступило такое предложение. Значит, хотя я до этого после института работал в банковской сфере, значит, поскольку прикладную математику закончил, мама до сих пор для меня безоговорочный авторитет, значит, и она говорит, Юра, ну, слушай, вот ты 5 лет отдал прикладной математике. Ну, это же не самый простой факультет, это правда. Я, закончив школу, думал, что я понимаю в математике, у меня все хорошо, у меня дедушка царство небесное там математиком был, и я делаю все правильно, и я буду крутым программистом, ну, представь, там, 97-й год, да. И я прихожу, а там жесть вообще. Я думал, сейчас игры начнем писать, там, Тетрис, Марио, все дела, а там, ну, жесткач просто, гали, вы понимаешь, там, Матан, Дифуры, там, ну, вот этот трэш весь. И я там год проучился, ну, жесть. Второй год, думаю, блин, а когда же начнется-то вот эти вот игры, там, все дела. Ну, короче, я так 5 лет и проучился, причем закончил кафедру численного анализа, это одна из самых непростых кафедр, я занимался, там, гидродинамикой, аэродинамикой, физикой, там, твердых сред, жидких сред, но это был хороший опыт. Вот, и, конечно, когда у меня встал выбор двигаться, поскольку я уже в этой всей линии политической как-то двигался, общественной, у меня был сразу, была возможность ему в администрацию Краснодарского края пойти работать, молодежные, там, линии двигаться. Мне мама сказала, слушай, ну, ты 5 лет положил, я же видел, как ты учился, там, ночами, это все было непросто. Ну, что-то вот, ну, как бы, странно же, вот представь, потом когда-нибудь какой-нибудь предприниматель твой возьмет книжку трудовую и скажет, Юрий, а вы вот учились на преподаватной математике, и у вас ни одной записи нету по специальности. Я думаю, блин, черт побери, мама, наверное, права, но как-то стремно будет потом объясняться, нафига я. Знаешь, вот сейчас я троллю всякую молодежь, часто встречаюсь в аудиториях, типа, ребята, зачем вы этому учитесь? Зачем вы хотите стать юристом, если вы потом пойдете в магнит работать продавцом? Ну, так, как бы, специально в режиме провокации, но логика в этом определенная есть. Я, правда, думаю, слушай, ну, вот я пять лет этому отдал, и ни дня не проработать как-то странно. Я пошел в банк, как раз в управление автоматизацией, стал заниматься базами данных, это как раз было начало 2000-х, банковская сфера очень активно перестраивалась тогда, не было же ничего, ну, то есть были там счеты и печатные машинки. Сберкассы. Да, а потом вот эта вся история, там, цифровизация операционного дня, комплайенс выдачи кредитов, электронные платежи между РКЦ, там, банками, то есть я вот это все вот этими, в том числе, руками в одном небольшом банке Мирненского алмазного концерна, значит, из Якутии, я там служил верой и правдой несколько лет, и как-то потихоньку там даже карьеру сделал, там, дослужился до начальника этого направления. Ну вот, а потом все равно судьбу же ее не обманешь, и так получилось, моего близкого друга назначили министром по делам молодежи, и он мне говорит, слушай, Юра, ну тут помощь нужна, значит, я зашел к нему первым залом, ну, там, недолго проработал, чуть меньше года, и дальше, ну, уже было понятно, что я двигаюсь в сторону вот этой политической линии, мне предложил вице-губернатор тогда войти в списки, значит, выборные, и вот я выбрался. Выбрался, пять лет проработал как раз в комитете, сосредоточившись на вопросах образования, потому что молодежная политика, ну, то есть мне к тому моменту я был хоть и молодой, но в молодежной политике я что-то понимал, поскольку занимался этим, там, с 14. Мне очень интересны были вопросы образования, инновации, как раз мы тогда активно реформировали систему СПО, НПО, потому что ее передали как полномочия с федерального уровня на уровень субъекта. Я, кстати, в Штат-то долетал, там, смотрел, как эта вся тема организована. Все вопросы связаны с тем, чтобы поддержать такую активность инновационную в вузах, в колледжах, собственно, законы, которые я упомянул. Вот я пять лет занимался этим. Потом, соответственно, встал вопрос, что дальше? Коллеги говорят, ну, у тебя хорошо получается, давай, еще один созыв. Я выбрался, говорю, ну, давайте теперь как-то другие вопросы. Тебе говорят, ну, ты немножко подрос, давай, комитет по бюджету. Я думаю, классно. Бюджетный процесс, непростая история. И там, если ты хочешь в нашей стране чем-то управлять, а все-таки у нас, ну, экономика в какой-то большой части зависит от государства, то все-таки, ну, не мне тебе рассказывать, ты министр. Значит, это было интересно, тоже интересный опыт. А потом так случилось, что буквально, это вот, я отвечаю все на твой вопрос, сколько лет и как это все было. И потом я буквально, наверное, меньше года проработал в комитете или около года. И меня позвали работать на федеральный уровень. Заморгодитель федерального агентства по делам молодежи. И я сдал мандат, естественно, потому что невозможно было совмещать представительные органы и исполнительные органы. Уехал работать в Москву, проработал там год с лишним в федеральном агентстве по делам молодежи, собственно, продолжая вот эту все, молодежную линию, курируя там как раз в том числе инновационные проекты, потому что, да, вся эта инновационная активность, еще до Сколково, она зарождалась в том числе там. Первый молодежный инновационный конвент, на Селигере первый инновационный лагерь, Зворыкинская премия. То есть нам тогда уже было понятно, что это тема, которая должна вбирать в себя молодежь, что это то направление, которое позволит стране выйти на какой-то новый уровень. Мы абсолютно по-взрослому этим занимались, несмотря на то, что все как-то принято считать, что это комсомол такой, значит, молодежный. Но тем не менее, это были вполне себе взрослые задачи. И потом как раз возникло Сколково, оно начало развиваться, и меня позволили работать в Сколково. И тут случился такой прикол, как, значит, стартапы называют пивот. Заканчивается список депутатов. Тогда был закон, ты сдаешь мандат, выходишь из списка, и следующий человек после тебя заходит на освободившийся. А если список заканчивается, то предлагают первому, кто выходил. И так получилось, что я был первый, кто выходил, потому что недолго в созыве проработал. И мне предложили стать депутатом еще раз. Это было, конечно, смешно. Потому что я уже работал в Москве, я был вице-президентом. И тут мне звонит вице-губернатор по внутренней политике, Юрий Александрович, ну так вот случилось. Мы обязаны тебе предложить. То есть ты можешь отказаться, как бы, следующее мы будем предлагать. Но, в принципе, ты нормальный парень, там, наш, краснодарский. Нам бы тоже интересно было, если бы ты как-то обогатил работу ЗАГС-собрания. Я согласился. Поговорил со своим тогдашним руководством Сколково, значит, пообещал, что это будет отнимать у меня не так много времени, не отвлекать меня от производства. И я еще, соответственно, до конца созыва доработал. То есть у меня был перерыв, там, год с лишним, там, около двух. И потом еще два года я доработал депутатом. Юр, знаешь, что интересно? А вот уже говоря, как бы, о современном дне, там, о твоих навыках, мы про Сколково сейчас чуть попозже поговорим. Вот твоя депутатская деятельность, какие навыки или что такого ты усвоил, которое потом тебе помогало, может быть, по жизни как-то двигаться? Чему ты там научился? Ты знаешь, вопреки стереотипам, что это вот все бюрократия, там, депутаты, болтовня, ну, все-таки надо честно сказать, что у нас во многом для людей стереотип, если еще исполнительные органы власти, ну, работают там с утра до вечера, то депутат, особенно если это молодые люди, как-то странно выглядят, что сидишь там, штаны протираешь, да, там, болтаешь. Хотя, ну, справедливости ради, законотворческий процесс очень непростая история. И залог успеха его, это то, чем у меня научила эта работа, он, конечно, во многом зиждется на том, чтобы ты чувствовал, что происходит с людьми реально. Потому что наш председатель ЗАГС собрания тогдашний, Владимир Андреевич Бекетов, человек такой закалки, в хорошем смысле старый, который нас всегда ориентировал, что нужно вести приемы граждан, нужно часто встречаться, нужно ездить, инвентаризировать самые болевые точки, слушать людей, даже если тебе это не нравится. А очень часто это были достаточно жесткие разговоры у меня, и там, например, с учительским сообществом, с каким-нибудь, да. Ты приезжаешь в аудиторию, 300 учителей сидит, тогда еще была не та зарплата, которая сейчас. В школах не было теплых туалетов, я прошу прощения, понимаешь, там где-то учебников не хватало, еще что. То есть это непростые годы тогда были, сейчас все-таки немножко подтянули эту сферу. И поэтому меня эта работа научила слушать людей, слышать людей, напрямую общаться, не замалчивать какие-то вещи, потому что ничего хорошего в перспективе от этого нет. И, собственно, вот я сейчас занимаюсь регионами последние годы в Сколково. Я в Москве же очень мало бываю. Вот даже вот я к вам в Татарстан прилетаю регулярно, представь, у меня таких регионов, где мы сегодня активно работаем, там 30 с лишним штук. То есть я постоянно живу в регионах. Для чего я это делаю? Потому что невозможно сегодня в нашей большой стране, которая достаточно сложно организована, регионы очень неравномерно развиваются. Есть свои особенности в каждом регионе, даже в соседних. Если ты не будешь опираться на понимание, на обратную связь от людей, с которыми ты работаешь, ничего не будет. Ты будешь фантазером, который придумывает в Москве какие-то решения, которые в конечном счете будут нереализуемы. У нас же не стоит такая задача, понимаешь, что-то там придумать интересное наверху. А потом ты приезжаешь через год, через два, осмотришь, а от твоих идей ничего не осталось. Оно не работает реально на территории, на земле. И поэтому вот тот принцип работы, который у нас тогда был, депутатский, ездить много, активно встречаться, слушать людей, смотреть. Если можешь помочь, помоги. Если не можешь, сделай выводы и подумай, что еще нужно подкорректировать в нашей бюрократии, на законодательном уровне, где-то исполнительным органам власти что-то посоветовать. Вот, и я этим принципом руководствуюсь. Поэтому, вопреки этим стереотипам, я считаю, что те молодые люди, которые хотят как-то состояться в политике, да и вообще в управлении, это очень полезная школа. Ведь у нас в Краснодарском крае был один из самых сильных советов молодых депутатов. Более полутора тысяч молодых депутатов, начиная с уровня поселения, заканчивая уровнем законодательного собрания, до сих пор эта система там продолжает жить. И очень многие ребята из этого, например, там нынешний вице-губернатор по внутренней политике только с ним разговаривал, Игорь Чигаев. Человек, который из этого вырос. То есть он начал там с депутатом поселения, потом был главой района, потом был там министром, сейчас вице-губернатором. И очень много сегодня ребят, поскольку я с Краснодарским краем все-таки связь так или иначе держу, очень много ребят, которые из этой системы выросли. То есть это была очень хорошая школа жизни. Вне зависимости от того, пойдешь ты в бизнес дальше работать, в политику, она, конечно, очень помогает. Очень помогает. И сегодня, работая уже со всей страной, поскольку Краснодарский край крупный субъект, конечно, мне какие-то вещи, когда я приезжаю, я это чувствовал, особенно, знаешь, первое время, ну, приезжает там вице-президент Сколково, куда-нибудь в регион, даже в крупный. Ну, какими глазами смотрят сразу там люди, губернатор, замы. Ну, приехал парень в белой рубашке, считает себя умным из Москвы. Что-то нам сейчас тут рассказывать будет. Значит, как нам тут жить. А там же жизнь в регионах не такая, как в Москве у вас. Начинаешь разговаривать с людьми, когда они узнают твой бэкграунд и понимают, где ты был, чем ты занимался. Ну, совершенно по-другому идет разговор, потому что я-то с этими людьми до сих пор со всеми разговариваю на одном языке. Я прекрасно понимаю, чем сегодня живут люди в сельских поселениях, в муниципальных районах, в крупных городах. Поэтому я, кстати говоря, до сих пор, не то, что до сих пор, недавно была очередная отчетно-выборная конференция Всероссийской ассоциации местного самоуправления в Армсу. Я туда вошел в президиум. Там друзья мои эту всю историю организовывают и курируют из администрации президента. И это тоже для меня такая, это хотя общественная нагрузка, но она позволяет тебе получать обратную связь, чтобы на кончиках пальцев чувствовать все-таки, что в стране происходит. Это очень важно. Чем бы ты ни занимался, если ты делаешь это на федеральном уровне, тебе крайне важно понимать, что в стране происходит. Юрий, ты сегодня в Сколково отвечаешь за оригинальную политику. И международную. Да. Хочется спросить, что сегодня из себя представляет Сколково? Что это такое? Сколково сегодня представляет из себя ровно то, что задумывалось 12 лет назад. пафосную вещь сейчас, может быть, скажу. Ведь всегда и было, и остается много скептиков, когда такие крупные проекты делаются, и считается, что много денег во всю эту историю потрачено. Это не соответствует действительности с точки зрения денег. В общем-то, я не хотел бы сейчас сознательно цифры приводить. Но действительно, это такие деньги, инвестированные в будущее, отдача от которых сильно больше, чем то количество, которое инвестировано. Я уже даже не беру в расчет школу, университет или технопарк. То есть, такие объекты, которые, в общем-то, сложно посчитать их эффект, но при этом государство должно это строить. Просто это обязанность такую инфраструктуру создавать. Так вот, идея Сколково была в том, чтобы создать некий успешный пример в хорошем смысле «Наукограда-2.0», поскольку все-таки в нашем славном советском прошлом, в этой части, я бы точно квалифицировал это как славное, когда возникали «Наукограды», которые давали импульс развития целых отраслей, людей, научных школ. И логика была в том, чтобы на одной территории была концентрация этих людей, оборудования, мозгов, возможностей, молодежи. Ну и, собственно, задача Сколково была создать в современной России вот такую точку притяжения, такую точку опоры, которая бы позволяла конвертировать все то, что сегодня есть в науке, в технологиях, в какие-то конкретные продукты. Наш товарищ Ренат Батыров, генеральный директор технопарка, любит такую фразу «Мы превращаем идеи в деньги». И это тоже недалеко от правды. Это не вся правда про Сколково, потому что, говоря о Сколково, мы можем с разных сторон на него смотреть. Кто-то говорит, если спросить наш блок сети-менеджера, что это, в первую очередь, инфраструктура. Да, у нас там 400 гектар, здания, там, по сути, небольшой город. Если спросить моего коллегу Кирилла Каема, что есть о Сколково, представляет Кирилл фронт-офис, возглавляет, он, конечно, сразу начнет рассказывать про стартапы, про индустриальных партнеров. Если спросить там директора школы или ректора Сколтеха, они под своим углом все это будут подавать. Но смысл в том, чтобы вот то, что мы вкладываем в понятие экосистемы, может быть, уже слегка заезжено, такое заезженное слово, опопсевшее где-то даже местами. Но это некая совокупность, совокупность различных форм поддержки, и инфраструктурных, и неинфраструктурных, монетарных, интеллектуальных, технологическим предпринимателям и крупным компаниям, которые за счет того, что все это сконцентрировано в одном месте, растут значительно быстрее и значительно качественнее, если бы они росли в каком-то, не знаю, обычном офисном центре или в гараже. И сегодня очевидно, что мы как проект состоялись, потому что и те планы по инфраструктуре, которые были, они, может быть, не все с точки зрения стройки пока реализованы в меняющемся мире, все-таки там несколько кризисов за это время было, пока Сколково тоже строилось, менялись курсы валют, и поскольку мы во многом, как проект, строимся на инвестиционные деньги, я имею в виду инфраструктуру, это всегда сложная задача. Но тем не менее, тем не менее, сегодня около миллиона квадратных метров у нас построено, основные объекты построены, все это работает. Раньше мы радовались каждому десятому стартапу, который приходил в месяц, сейчас у нас там по 15-20 стартапов бывает в неделю, которые приходят. Тогда тоже было не очевидно вообще, на какой объем вот этих вот компаний, людей мы ориентированы. То есть были гипотезы определенные, эти гипотезы превзошли все самые смелые ожидания. Мы за последние несколько лет неоднократно корректируем свою стратегию в сторону увеличения компаний, их показателей, инвестиций, выручки, число рабочих мест. То есть даже оптимистичный прогноз, амбициозный, который был, когда Сколково только проектировали, это медицинский факт, можно, знаешь, посмотреть те презентации, которые были тогда, там были какие-то цифры, эти цифры все сильно перевыполнены. Не знаю, сложно как-то это квалифицировать, с точки зрения, какие мы молодцы, там сделали, там страна меняется, мы же все-таки часть больших процессов, которые идут сегодня, и фундаментальной науки. Там тоже много механизмов поддержки сформировалось за эти годы, независимых отсколков, но тем не менее они дают эффект, там тут же, не знаю, Российский фонд фундаментальных исследований, например, это следствие где-то реформы Академии наук, и того, что там последовательно порядок наводится, и там поддерживаются молодые ученые. То есть это все, мы часть одной большой задачи. И то, что сегодня у нас наши прагматичные показатели, которыми мы себя меряем, они вот таким образом растут, это показатель того, что в правильную сторону идем товарищи. Поэтому можно много и долго рассказывать, но самое главное, что нужно про нас понимать, что это состоявшийся проект, полноценная инфраструктура, приходя куда, любой технологический предприниматель может получить максимальное количество возможностей, которые сегодня вообще в стране есть. А учитывая, что мы сегодня находимся в периметре управления группы ВЭП, значит, это кратно еще умножает наши возможности, потому что с нами вместе фонд Бортника, с нами вместе все механизмы поддержки МСП, большой ВЭП. поэтому это вот такая точка, такой портал, портал в светлое будущее для стартапов. Юрий, хочется такой очень странный вопрос задать, попробовать порассуждать, может даже пофантазировать, сложно представить, но иногда ты над этим задумываешься. Представляешь, что если бы сколково бы не было бы, что бы сейчас бы Россия или IT-индустрия могла бы себя представлять, что бы могло не случится или не свершится, как ты считаешь? Интересный вопрос. История же слогательного наклонения не терпится. Хочется, поэтому я называю это странный вопрос. Конечно, меня как функционера Сколкова подмывает сказать, ну что было бы, наверное, как-то по-другому, где-то, наверное, было бы что-то и посложнее, и подольше. Ты знаешь, я бы здесь не преувеличивал все-таки нашу роль, как бы нам это не хотелось. Я думаю, что эффект от проекта Сколкова еще предстоит осмыслить в ближайшие десятилетия, потому что, если мы с тобой посмотрим на, и ты наверняка об этом хорошо знаешь, на историю возникновения экосистем в Израиле, в Китае, в США, в ведущих странах этим проектом десятилетия, прежде чем там что-то такое там стрельнуло, вау, да, и мы тоже всегда вот были этим понукаемым последние годы, ну вот где же там ваш айфон троллят нас, да, не знаю, где же там ваше еще что-то, ну, так-то говоря, там наши китайские коллеги, соседи, там 60-х годов этим занимались, да, а мы там с 2000-х сначала, поэтому я думаю, что эффект от нас такой существенный, он будет просматриваться в ближайшие 5-10 лет, чтобы сказать вау, и тогда в той точке будет понятно, что было бы, если бы этого не было, если говорить о том, что есть сейчас, я приведу тебе одну цифру, сегодня самая быстро растущая отрасль в России, это же IT, ты прекрасно об этом знаешь, если мы посмотрим на статистику роста наших резидентов, мы растем быстрее, чем растет отрасль IT, совпадение, не думаю, то есть, есть все-таки какая-то магия того, что мы концентрировано этим занимаемся, и поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что просто была бы не та скорость, наверное, было бы что-то другое, в конечном счете, все-таки, действительно, есть технопарки регионального уровня, такие замечательные, как у вас, у вас есть Иннополис, большой проект, в других субъектах есть, что-то есть в академической среде, что-то есть в университетской среде, но вот такая концентрация в одной точке, когда ты вот все, что возможно, прикладываешь в одну точку, в первую очередь, на мой взгляд, могу ошибаться, на мой взгляд, это дает скорость, а это сегодня в мире очень важно, это же один из ключевых факторов, то, насколько быстро ты двигаешься, то, насколько ты быстро реагируешь на вызовы, то, насколько быстро ты можешь перестроиться, поэтому, наверное, многие вещи бы были бы они, просто они были бы в другом состоянии. А есть главный автор или главный идеолог, что называется, кто создал Сколково или кто был причастен к появлению такого большого инфраструктурного проекта? Ну вот, Дмитрий Анатольевич буквально на днях вчера или позавчера дал интервью, и как раз вся тематика этого интервью заключалась в том, как в современной России возникала экосистема, в том числе и Сколково, как часть этой экосистемы. Ну, мне, наверное, было неправильно какую-то фамилию одну называть, тем более, что я доподлинно не знаю. По моим ощущениям, поскольку я как раз занимался молодежной политикой, мы тоже об этом думали, начиная с 2007 года, я уже обмолвился о Селигер, когда там первые лагеря такие инновационные были. Там, я думаю, что это было ожидание в целом элиты. Да, формально Дмитрий Анатольевич был президентом, внес закон о Сколково. Но, я думаю, что и все окружение тогда его об этом думало, консультировалось, советовалось. Ну, невозможно себе представить сегодня какую-то большую страну, претендующую на лидерство или на часть лидерства в мире, у которой нет своей национальной экосистемы поддержки технологических предпринимателей. Ну, невозможно это. Тем более, Россия с такими традициями и в диптехе, и академическими традициями, ну, сам Бог велел, как говорится. Про закон. То есть, есть отдельный закон для Сколково? Да, конечно. Для чего он нужен? Есть отдельный федеральный закон. Что он дает? Это очень интересно. Ну, во-первых, он дает политическую субъектность. Во-вторых, поскольку мы являемся администраторами части льгот федеральных, которые получают стартапы, мы являемся администраторами инфраструктуры, которая строилась, для того, чтобы она строилась быстрее, нам нужно было передать определенные полномочия, начиная от согласования этих условий, заканчивая там ввод и принятие в эксплуатацию зданий. Не городские власти Москвы занимаются? Абсолютно нет. Это отдельные полномочия? Да, это полномочия, да, это полномочия, которые прописаны в федеральном законе, осколковые, это то, что как раз позволяло и позволяет добиваться скорости. В основном, часть образовательных стандартов какие-то свои есть в новшествах? Конечно, у нас школа, которая работает по программе международного бакалавриата, университет, который тоже, по сути, представляет собой негосударственное учреждение, которому проще с точки зрения программ и согласования. То есть, я не люблю это слово офшор, да, оно так вот всегда клише отдает, но по сути дела мы это вот такая отдельная большая история, в отношении которой существует много изъятий из законодательной базы, что, собственно, и позволяет добиваться скорости, с одной стороны, с другой стороны, работать в легитимном поле. Ну, вот сейчас же много говорится, например, об экспериментальных правовых режимах, да, по беспилотнику, по дронам, по автомобилям. Соответственно, чтобы этим позаниматься, нужно это где-то в отдельно взятом государстве коммунизм построить, там где-то сбоку, да, потестировать, показать, как это все работает, значит, для того, чтобы дальше это мультиплицировать уже безболезненно и безопасно на остальную страну. Собственно, Сколково и в этом смысл и федерального закона в том числе, чтобы дать возможность это делать в фараовом поле, чего-то не бояться, при этом делать спокойно, быстро, значит, и безболезненно. Знаешь, чего не хватает, вот так взгляд со стороны, то есть не как вот я, как чиновник, как министр, большой проект, много сделано, много еще предстоит сделать, а вот говоря, как бы, об экономических таких, как бы, показателях, да, сколько налогов уплачивают, там, резиденты, Сколково бюджет, или сколько вообще Сколково или индустрии Сколково занимает, там, валом внутренней продукции России, то есть вот этот масштаб, он немножко, всегда как будто не привязан к чему-то, и когда ты его хочешь к чему-то привязать, или можешь к чему-то привязать, ты понимаешь, вы большие, маленькие, вы растете или не растете. Есть какие-то такие интересные цифры, которые можно было бы сказать про Сколково, там, выручка всех компаний, там, налоговые отчисления компании. конечно, у нас, так вот, если говорить очень прагматично о цифрах и о КП, которым мы меряем свою эффективность, их этих цифр несколько буквально. Это, ну, помимо числа компаний, которые являются нашими резидентами, значит, это их выручка, это инвестиции. Напомни, сколько компаний резидентами Сколково сейчас? Три с половиной тысячи, чуть больше трех с половиной тысячи, у нас можно посмотреть, там, в режиме онлайн. И цифры с года в год растет, да? Конечно, 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 мы прирастаем на несколько сотен в год. Это выручка компаний, это инвестиции в компании, это число рабочих мест, которые эти компании генерируют, это число объектов интеллектуальной собственности, которые генерируются компаниями, потому что, если компания не генерирует интеллектуальную собственность, ну, вообще говоря, вопрос, как бы, чем она занимается. Другими словами. В том числе, мы отдельно следим за, цифрой международных патентов, потому что для нас тоже отдельный показатель, важный, инновации, они не могут мыслить себя только в границах страны. Наверное, первое время, когда ты выводишь продукт на рынок, надо какую-то долю здесь завоевать, но дальше ты все равно находишься в конкуренции, мир глобален, кто бы что ни говорил, и даже санкции последнего времени, которые есть, они там так или иначе, может быть, помогают каким-то компаниям, но в целом не защищают, то есть это же меры не протекционистские, такие для того, чтобы сюда не пришел какой-нибудь китайский стартап или индийский стартап. И поэтому дальше ты вынужден, даже где-то вынужден идти в мир и там доказывать свою состоятельность, потому что иметь в России долю рынка и технологии, это как бы классно, но это классно до тех пор, пока не пришел какой-то более крупный игрок и тебя вперед ногами не вынес. Поэтому, соответственно, пока крупный игрок не пришел, тебе надо приходить на территорию крупного игрока и пытаться там самим крупным игроком стать. Поэтому мы отдельно следим и за валютной выручкой компании, и тоже стараемся мерить и наш вклад в ее увеличение. И, соответственно, число объектов интеллектуальной собственности именно в международном разрезе, которые потендует наша компания. Ну и последняя цифра – это количество квадратных метров, которые мы в эксплуатацию сдаем. Ну она такая скорее более формальная для нас целевой ориентир, поскольку есть целевое состояние города, сколково как города. Поэтому, конечно, мы следим за тем, чтобы инфраструктура тоже развивалась. Это жилье, это парки, значит, это другая бытовая какая-то инфраструктура, это тоже важно. Потому что мы все хотели, чтобы большинство людей, которые работают в стартапах или в арендецентрах партнеров, которые учат людей, дают своих детей в школу, в университет, чтобы эти люди преимущественно жили на территории, потому что это комфортно, это удобно, и в этом есть смысл. Поэтому за этой цифрой мы тоже следим. Все эти цифры? Тык, 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 тык. На экране появились? Да. Мне пока сложно сказать про 22-й год. У нас сейчас как раз идет сдача отчетности, мы где-то в середине апреля узнаем конкретно эти цифры. Понимаешь, вот померить, много это или мало, это всегда сложно, потому что вот эти цифры сказал, всегда есть искушение сказать, а что так мало? Значит, дальше пойдет разговор, ну, давайте посмотрим, сколько мы туда вложили. Значит, ну, вложили там около 80 миллиардов, ну, давайте тогда посчитаем, там дальше другой разговор возникает, а вот мы считаем ли, значит, инвестиции естественных монополий в том, чтобы туда кабель положить, электрический интернет провести, канализацию, воду, а вот школу мы построили, университет, а вот мы это как считаем? Мы будем это в модели учитывать, эти капексы, которые отбивают или нет? Ну, то есть, это такая дискуссия, она всегда скользкая, но вообще говоря, я думаю, что если посчитать налоги, ты вот про налоги спросил, ведь большинство осколковских стартапов налоги практически не платят, потому что мы все-таки льготы даем, чтобы эти компании быстрее развивались. Да, что точно платят, так это НДФЛ, и он такой показательный налог, потому что им ты никого не обманешь. Если ты развивающаяся компания, то ты нанимаешь сотрудников, поднимаешь им зарплату, и твой фонд оплаты труда, он растет, и поэтому НДФЛ очень четко здесь артикулирует успех твоего развития. Мы только в Москву несколько миллиардов рублей в год платим. Мне сложно сказать по другим регионам. Я думаю, что и у тебя, может быть, статистики нет, вот 100 резидентов Сколково, которые из Татарстана, они же НДФЛ платят здесь. Вот о какой цифре идет речь? Мне сложно сказать, наверное, можно там с налоговой посмотреть, но мы когда-то прикидывали, что если мы из этой модели исключим капексы, вот эти все наши большие и, честно говоря, дискуссионные, то даже налогами, одним НДФЛом, мы уже несколько раз всю эту историю окупили, потому что в ОПЕКСе стоимость фонда не такая большая. Эффект социальный от такого рода инфраструктуры, его еще предстоит осмыслить и посчитать, наверное, в других параметрах. Можно сколько угодно много рассказывать, что вот, значит, вся эта инфраструктура там спортивная, бассейны, залы, дорого, где-то они там пустые стоят, там еще что-то. В Казани хорошо об этом говорить, Казань является одним из центров федерального уровня всех вот этих вот спортивных, спортивных инфраструктур, вы и большие события принимали. Понимаешь? Я уверен, что много скептиков на этот счет есть. Зачем? Столько-то миллиардов, туда-то выкинули. Ну, как вот это посчитать, что у нас количество детей, которые в секции ходят, после вот этих соревнований, на этой инфраструктуре увеличилось кратно, и это дети, которые будут вести здоровый образ жизни. Значит, и они не заболеют какими-то болячками в 50, в 60, в 70 лет. Сэкономив, на самом деле, в 10 раз больше, а то, может быть, и в 100 раз больше, чем если бы мы не инвестировали в эту инфраструктуру, и они были бы там уже к 50 годам больны, и приходили бы уже через фонд медицинского страхования, социального, получали бы эти все услуги медицинские, правильно? Поэтому я бы не хотел здесь упрощать. Всегда есть искушение поговорить о каких-то цифрах, мы можем о них говорить, но надо понимать, и это государственный подход, в том, что такого рода инвестиции государство просто обязано делать, потому что эти все проекты, они на длинных дистанциях дают сильно больше эффект, чем мы бы с тобой упростили это все до модели, сколько налогов эти компании заплатили. Очень подробно про Сколково сказали, Сколково вчерашнего дня, Сколково сегодняшнего дня. Какой Сколково через 10-15 лет? Есть ли этот образ? Каким ты его видишь? Есть, конечно. Есть, конечно. Собственно, ну, надо просто закончить все начатое, то есть, у нас есть конечная картинка инфраструктуры, естественно, потому что 400 гектаров это ограниченная площадь, вообще говоря, и там вот земля, она уже у нас плюс-минус закончилась, надо просто все те проекты, которые сегодня у нас идут на марши, те, что в проектировании находятся, те, что в переговоры находятся просто закончить. У нас там есть много точек роста, это и большой технопарк Сбербанка, это и все, что еще связано с жильем, с новыми школами, с тем, чтобы были кампусы наших крупных компаний вроде Яндекса или Уайлдберрис. Я думаю, что когда все это построится, это обретет принципиально другую химию взаимодействия. Там что есть всегда эффект масштаба, понимаешь? Что-то, как ты накапливаешь, накапливаешь. Сколько человек должно будет жить, когда весь генплан будет реализован? Я сейчас боюсь соврать, потому что мы меняли эти цифры, это все-таки не моя кафедра ответственности, мне кажется, порядка 45-50 тысяч. А в моменте людей, которые приезжают и работают в офисах, сколько человек должно быть? Наверное, под 100. С этим учетом, да, потому что мы немножко пересматривали там этажность зданий. Опять же, говорю, могу обманывать, но порядки такие. То есть это, и это, конечно, выведет проект на совершенно другой уровень. Юрий, я правильно понимаю, что вообще в целом, чтобы быть резидентом Сколково, необязательно даже переезжать Сколково. Да, абсолютно верно. Вот расскажи об этом поподробнее, и как это вот работа с регионом выстроена. Ну вот я уже начал говорить о той динамике прироста резидентов, которую мы последние годы имеем, и уже несколько лет назад стало понятно, что компании в России, которые бы хотели и могли стать резидентами Сколково, и которые нуждаются в нашей поддержке, их сильно больше, чем Сколково может вместить физически. Я сказал тебе о трех с половиной тысячах компаний, из которых сегодня 60% это компании, которые в регионах находятся. То есть, большая часть компаний сегодня находится в регионах. Ну, представим себе, что все они приехали в Москву. У нас, как и у вас, технопарк весь там овербукинг. Мы вот сейчас ведем как раз разговоры о строительстве второй очереди технопарка. То есть, сегодня в Сколково площадей свободных нет. В какой-то момент тоже стало понятно, что прирост компании идет опережающими темпами, нежели прирост инфраструктуры. Это вот такая одна прагматичная история. Вторая история тоже далеко не всем коллективам, которые занимаются исследованиями, разработками, а очень часто у нас все-таки это коллективы, которые занимаются диптехом. Вопреки стереотипу, значит, из трех с половиной тысяч компаний, большая часть компаний это компании, все-таки, которые с оттенком диптеха. И даже те, кто вроде как делают какие-то IT-вещи, например, в интернете вещей, у них там все равно есть элементы сенсоров, там каких-то девайсов, там еще чего-то, да. И этим людям сложно отрываться от своих лабораторий, от материально-технической базы, от коллективов, которые вокруг этих лабораторий консолидировались. И это тоже стало понятно, что ну и не надо, наверное, какие-то коллективы, которые сидят там в Новосибирске, в Екатеринбурге, не знаю, в Красноярске, в Владивостоке, с корнем вырывать и перевозить. Но при этом отдать им возможность получать сколковские льготы, сколковские сервисы. И, собственно, та работа, которая сегодня нами делается в последние годы, в этом и была ее логика, создать некую партнерскую сеть взаимодействия с этими компаниями, чтобы эти компании не уезжали из своих субъектов, но при этом они из Владивостока через 8-часовых поясов не названивали в Москву, не искали проектного менеджера какого-нибудь там биомедицинского кластера, спрашивая, у меня тут трепанк загибается, мне тут нужно посоветовать, значит, вот такого-то медика или там грант нужен на прототипирование чего-нибудь. Там, собственно, и в этом наша идея и состояла. И, как мне кажется, мы достаточно успешно в последние годы такое взаимодействие организовали. Сегодня там порядка 24 регионов у нас находятся в орбите с такими партнерствами на базе технопарков. У нас есть еще ряд регионов, где просто есть региональные представители, там нет пока технопарков. Но при этом они тоже на марше находятся в формировании этой инфраструктуры. Где-то сейчас кампусы строятся по программе Миноборнауки. Вот, собственно, в этом-то и был смысл. Резидентов много, инфраструктуры в самом Сколково не так много, при этом мы хотим помогать всем, но при этом хотим, чтобы эти все могли дойти до соседнего здания в своем городе и получить такую же квалифицированную поддержку и помощь, разъяснение, чем мы можем быть полезны. И, как показала практика, последних лет инфраструктура успешно работает, потому что она еще и ежегодно продуцирует новые компании в экосистему Сколково. Потому что тоже, какие бы льготы, какие бы гранты мы ни давали, нельзя умалять значение информационной работы для компании. Вот я часто встречаю компании, классные компании вот где-нибудь на выставке в рамках мероприятия. Говорю, о, слушайте, ребята, классная технология у вас. А вы резидент сколько? Нет. А почему? Ну, не знаю, по-моему, это сложно, это же надо куда-то ехать, что-то заполнять. Хотя, казалось бы, уже под каждый камень за эти годы заглянули. А нет, потому что все время новый приток людей. Действительно, многим кажется, что вот Москва далеко, это сложно, какие-то процедуры непонятные. А когда у тебя рядом сидит там парень или девушка в твоем же технопарке, который тебе рассказывает, слушай, парень, да сядь ты, мы сейчас с тобой вместе заявку заполним. Вот сайт, мы поможем. Я знаю, кому позвонить в региональный департамент. Мы там ее трекнем, посмотрим, как все. Поэтому для нас во многом это еще и такая информационно-просветительская работа, которая тоже дает свои плоды. Потому что у нас ежегодно от наших региональных операторов приходит несколько сотен стартапов. Несколько сотен, вдумывайся, это большие цифры. Даже для нашей большой страны, то есть несколько сотен новых компаний ежегодно эта система позволяет абсорбировать. Если бы у нас этой системы не было, ну не я, не мои сотрудники, ну мы не могли бы долететь до каждого региона, до каждого стартапа. А это что означает? Это означает, что они были бы нами не замечены, не обласканы. И вот тогда бы мы получили с тобой ситуацию, о которой ты говорил, что было бы, если бы Сколкова не было. И я же вот все эти годы тоже наблюдая за динамикой, мы, кстати говоря, динамику региональных стартапов считаем отдельно. И это тоже для нас отдельное статистическое упражнение посчитать медиану компаний, вот по тем параметрам, о которых я сказал, выручка инвестиций, посчитать медиану компаний, которые находятся физически в Сколково, одним показателем. Дальше посмотреть медиану компаний, находящихся в наших региональных операторах. И дальше посмотреть медиану компаний, как они развиваются, которые не находятся в региональных операторах, но находятся в тех регионах, где нет никакой инфраструктуры. Что получается? Ну ответ очевиден. Что получается? получается. Отгадай с двух раз называется. Не знаю. Ну, конечно же, медиана в тех регионах, где нет инфраструктуры, нет поддержки, нет проектных менеджеров, нет управляющей компании толковой, там, ребят, которые могут посоветовать, конечно, она там сильно не... Ну, с этим очевидно. А вот с медианой между компаниями, которые в Сколково базируются, и медиана с компанией, которые в регионах базируются. Если две вот эти команды взять усредненно, какая команда более динамичная, успешнее, более прогрессивнее получается в цифрах? Ну, ты знаешь, конечно, здесь нужно применять определенную... Разница, конечно, есть, она очевидна, значит, ну, потому что, скажем, инвестиции, которые компании поднимают, они во многом находятся в Москве. Ну, так сложилось. Фонды венчурные, частные инвесторы... То есть, хочешь, не хочешь, надо в Москву переехать. Нет, ну, не так, понимаешь. Кто у нас переезжает в Москву из регионов, и я там всем ребятам советую, это не разработчики. Это, скажем, продажники или инвест-отдел, который этим занимается, да. Понятно, что если ты хочешь что-то продавать в какие-то крупные компании, в хед-офисах находятся в Москве, ты должен ездить ежедневно в этот хед-офис и их долбить. Бизнес-девелопмент, наверное? Абсолютно, абсолютно, конечно, да. Поэтому те люди, которые в технологических компаниях занимаются инвестициями, продажей, бизнес-девелопментом, они находятся в Сколково. Они арендуют офис, но разработчики сидят там, где они выучились, где у них лаборатория. Поэтому, конечно, это не очень справедливая история, значит, смотреть там на те же инвестиции на выручку, потому что в основном компании, которые находятся в Москве, они просто имеют более легкий доступ. Но я думаю, что если мы с тобой приведем, возьмем какой-то коэффициент подобия, значит, и приведем это к единому знаменателю, то динамика будет похожа. Но, тем не менее, она отличается в пользу технопарка Сколково и в пользу наших технопарков региональных, которые наши партнеры, от тех регионов, где никакой поддержки нет, где эти стартапы растут, ну, просто благодаря там самим себе. Да, мы с ними работаем. Как-то, как-то. Потому что это сложно. Сегодня 3,5 тысячи компаний. И мы вот сейчас, и в прошлом году эту работу начали. Надеюсь, что в этом году нам удастся и на новый уровень вывести цифровой фронт-офис. Невозможно уже. У нас количество сотрудников за эти годы так не увеличилось, как увеличилось количество компаний. Поэтому, естественно, мы в духе времени стараемся использовать все эти современные инструменты, чат-ботов, значит, обучающих, игр, геймификации, для того, чтобы стартапы там ориентировались в экосистеме без участия людей. Ну, максимально там, где это возможно. Понятно, что есть какие-то вопросы, которые без участия людей не решаются, но хотя бы большую часть вопросов, там, скажем, 70-80% должна снимать эту нагрузку цифровая система. Поэтому, да, те стартапы, которые находятся где-нибудь на Камчатке или в других регионах, где нет нашего партнера или технопарка, конечно, они тоже получают наше внимание, но оно не может быть по определению в том объеме, значит, по сравнению с теми регионами, где есть инфраструктура и где есть команды ребят, которые там нами обучены. Мы же раз в квартал собираем наши управляющие команды, проектных менеджеров, директоров, рассказываем о том, какие новые сервисы, услуги. Мы же тоже не стоим на месте. У нас постоянно какие-то новые программы, новые акселерационные программы, новые партнеры. Поэтому это такая системная работа. Невозможно там всех один раз собрать, научить, что такое Сколково и сказать, ну все, идите занимайтесь, через год придете. Поэтому мы вынуждены тоже постоянно, ну и потом сотрудники меняются, где-то в каком-то регионе был проектный менеджер, который занимался, он ушел или перешел на другую позицию, пришел новый человек. Надо его постоянно в эту орбиту увлекать. Поэтому это такой большой объем задач, все время держать эту систему в тонусе, чтобы она была на острие атаки, чтобы она понимала, что сегодня происходит в Сколково и как это организовано и, соответственно, с высоким темпом на хорошем уровне поддерживала вот эту работу. Юрий, вот 3,5 тысяч компаний, ну не многие знают, что Сколково не только IT. Вот среди вот этих, этого большого количества компаний, сколько примерно IT, это в процентах в IT-индустрии? Потому что вы биотехом занимаетесь, не знаю, там... Энергетика, новые материалы. Вот IT, это сколько составляет? 4.0. Примерно. Ну, сложно сказать, вот я пример специально привел с компаниями, которые, скажем, делают биомедицинские разработки, но при этом это какие-то носимые устройства, то есть там есть алгоритмы, связанные с медициной, с одной стороны, с другой стороны. Это программное обеспечение для каких-то девайсов, поэтому, ну так, это весьма условно, я сейчас скажу, у нас в IT-кластере, по-моему, порядка 1200-1300 компаний. То есть это половина и половина, или чуть меньше. Но все-таки из этих 1200-1300, там тоже много компаний, которые не в чистом виде, не рафинированные айтишники. То есть это все-таки, ну, какие-то пересечения с какими-то инженерными решениями, с каким-то оборудованием, с каким-то хардом. Хочется про регионы спросить. Ты, наверное, единственный в России, кто брюхом прополз все регионы. Не все. Не все. Ну, на большую часть. Большую часть. Хочется, знаешь, вот получить такой, как бы, такой, может быть... Я не был в трех. В каких? Еврейская автономная область, Чукотка и Магаданская область. Надо Дагестальд закрыть. Ну, это, да, это слегка стыдно мне всегда, потому что я долго работал на Дальнем Востоке, открывал филиал Сколково, представительство офиса, и, ну, не было окази долететь. Вот я говорил, что вот есть там примерно 25-30 регионов России, где и региональные операторы Сколково представлены, и инфраструктура каким-то образом есть. Вот знаешь, хочется услышать такой срез, где и в каких регионах есть вещи, которые тебя впечатлили, где вот, знаешь, вот в этом регионе вот ребята в этом, молодцы, в этом регионе вот ты это видел, вот в этом регионе такая там тема развивается. Есть, конечно... Твоя насмотренность, есть какие-то все равно паттерны, которые ты видишь? Есть, конечно, определенные феномены, есть феномены, которые связаны с географическим положением, с... Хочешь какие-то примеры, может быть? Сейчас приведу, значит. Есть феномены, конечно, конечно, которые связаны с климатом, безусловно. Ну, потому что люди южные, в южном климате. Вот мой родной Краснодарский край. Хотя он так наполовину мне родной. Я все-таки родился и вырос в Грозном до подросткового возраста. А, кстати говоря, вот такое отступление лирическое. Я тебе, по-моему, не говорил об этом. Некоторые коллеги твои знают об этом. Моя бабушка, мамина мама, она родилась и выросла в Буинском районе в поселке Карево. Здорово. Да, там лет, по-моему, до 15. Значит, надо сделать генеалогическое дерево. Да, я в каком-то... В нашем цифровом архиве все можно поднять. Все прилетаю в Татарстан ненадолго каждый раз. Хочу доехать до Карева, посмотреть, где бабушка родилась и выросла. Так вот, конечно, есть особенности климатические, где-то этнические даже, связанные с мотивацией к инновациям. И Б, конечно, с самой структурой этих инноваций. Вот, возвращаясь к моему родному Краснодару. Большой, богатый край. В базе у него сельское хозяйство и туризм. Значит, и, конечно, людям, которые заняты в этих сферах, всегда мотивация с точки зрения инноваций дается тяжело, потому что инновация, она все-таки про какой-то такой дискомфорт, про элемент где-то выживаемости, нового качества жизни, выскочить на какую-то новую орбиту. Ну, вот у меня как это... Рискнуть. Да-да-да, понимаешь, это вот все про это. А там, ну, люди молодцы же все, понимаешь, там все вкалывают, ты вырастил... Палков ты, конечно, зеленеет. Да-да-да, ты вырастил урожай там, что-то законсервировал, что-то продал. Жилье там хорошо строится, люди туда переезжают. И все в целом у тебя отлично. Вот я... Ну, так, в порядке шутки, значит, у меня есть некоторое количество друзей, естественно, там, которые крупные сельхозпроизводители, каждый год ноют, вот, ГСМ дорогой, запчасти, все дела, там, пшеница столько стоит, элеватор там столько, тарифы. Ну, смотрю, с каждым годом там, новую машину купили там, дом строят. Ну, то есть, в целом люди живут... Конечно, там, где люди живут на юге спокойно, и другие отрасли в базе двигают экономику, с точки зрения инноваций, мотивация ниже. Это медицинский факт. Другой полюс, значит, Якутия. Я сегодня тоже об этом говорил. Но люди буквально выживают. Просто выживают, особенно там, где... Вечная мерзлота. В вечной мерзлоте, понимаешь. Вот там есть интересные решения, которые связаны с тем, чтобы там оптимизировать работу котла, чтобы он был более отказоустойчивым. Или чтобы машину, которую они никогда не глушат, понимают, чтобы она там не замерзла. Интересные и прикольные решения какие-то есть. И там, кстати говоря, тоже очень много в сфере IT. Ты же наверняка с нашим товарищем Толей Семеновым общаешься. Там есть феномен, вот дети много времени проводят дома, потому что холодно. Они там сейчас массово их учат в школе программистами. Ну, то есть, там вот это вот движение, оно вбирает в себя много людей. В силу просто климатических особенностей. Чем еще заниматься? Это из компьютера. Абсолютно, абсолютно. Зимой не погуляешь. Абсолютно, выбор-то небогатый, да. Поэтому у каждого региона, конечно, есть свои особенности. Это обусловлено, безусловно, структурой экономики. Там, скажем, и в сельхозакадемии, которая там есть, и на каких-то предприятиях. Много интересных решений, связанных с сельским хозяйством. Просто потому, что у тебя под боком есть возможность все это тестировать. Да, или там Ставропольский край, или в целом Кавказ, если взять. Если мы берем, скажем, там, например, Екатеринбург, Новосибирск. Там очень много промышленности. Современной промышленности, передовой промышленности. Конечно, там очень много вот таких промышленных, железячных вещей каких-то, связанных там с машиностроением, с танкостроением. Если мы берем Челябинск какой-нибудь, там, Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод. Там все, что связано с металлургией. Если мы берем какой-нибудь Кемерово, то это угледобывающая промышленность, которая там одна из таких базовых является. Поэтому есть определенная структура проектов. Если посмотреть, она очень четко связана с структурой экономики самой. Она часто связана с тем, какие университеты, с какими научными школами там есть. Это тоже очень важно. Ну, потому что все-таки питательная среда для технологий – это же люди, которые получили какое-то образование и с этим образованием куда-то дальше вышли. В рынок, в какую-то отрасль. Ну, и менталитет, конечно, тоже отличается. Северный от южного, западный от восточного. Скажем, если мы посмотрим на Хабаровский край или на Приморский край, близость и традиционные связи с Китайской Народной Республикой, они тоже сказываются. Это, безусловно, накладывает определенные отпечатки. Поэтому все регионы разные. И здесь... Ну, знаешь, я это воспринимаю... Это же очень интересно, когда ты всех этих людей собираешь где-то, особенно вместе. И им интересно, и тебе интересно, когда они обмениваются. Мы все-таки большая, сложная страна. И это общение меня всегда обогащает. Потому что я вижу вот этот процесс взаимопроникновения. Люди же все в нашей среде достаточно умные, квалифицированные. Они друг у друга учатся. Они какие-то вещи подмечают. Конечно, не все возможно из Якутии автоматически пересадить в Краснодарский край, из Краснодарского края в Якутию. Но, тем не менее, это всегда так интересно, задорно, потому что какие-то подколы, приколы имеют место быть. А если Москву с Питером сравнивать? Или Питер с Москвой? Давай между ними пусть будет только... Знаешь, сложно Москву с чем-то сравнивать, потому что не очень понятно, а сколько Москвы в Москве. Вот я тебе так скажу. Ну, вот я в Москве живу, например, 9 лет. Чисто юридически даже не в Москве, а я замкадыш. Живу недалеко от Сколково в Мособласти. Поэтому Питер, он, конечно, самобытен. Там очень много своего, доморощенного, школы сего остального. Но Москва, поскольку, абсорбирует людей, которые приезжают разных. Поэтому причинно-следственная связь, знаешь, она не всегда очевидна. Там где-то ноготком пошкрёб, смотришь, а там уже... Питерские. Да, там уже по-всякому бывает. А по масштабу, вот если по регионам всё-таки вернуться, всё-таки есть регионы, которые ты сказал, что они очень так различны сами по себе. Ну, в цифрах, если, например, посмотреть... Ну, давай самое простое, по проектам сказать. Резиденты Сколково. Топ-5 регионов. Кто это? Ну, это, конечно, Питер. Второе после Москвы. Третье – это Татарстан. Значит, однозначно. Ну, это тоже объяснимо. Всё-таки вы много усилий, много ресурсов, много инфраструктуры, много политической воли. Я это всегда подчёркиваю и здесь, в Татарстане. И вот периодически удаётся на каких-то совещаниях с Рустамом Нургаличем, с Раисом в республике Татарстан, значит, как-то подискутировать. Я, кстати, другим губернатором и пример ставлю и говорю, это всегда зависит очень сильно от воли, от политической воли первого лица. Кто бы что ни говорил, ну, вроде как, знаешь, это такая социально одобряемая история, что да, надо молодёжь поддерживать, инновации, вузы, технопарки. Но от момента того, как ты это сказал, до момента реального технопарка, где сидят реальные люди, которые получают реальную поддержку, очень часто бывает пропасть. Само по себе ничего не получается. Конечно, в Татарстане это не пропасть. И это большая заслуга всех вас и руководителя, конечно, что у вас даже не один такой проект. Казалось бы, вот можно было почивать на лаврах, вот этот технопарк, где мы с тобой сидим, сделать. Классный, хороший, один из первых по программе, тогда ещё Минкомсвязи построенный. Дальше Иннополис. Это большая амбиция, это тяжёлая работа. Тяжёлая, большая работа консолидировать элиту здесь, и финансы, и привлечь федеральное внимание, федеральное финансирование. Это тяжёлая работа. То есть это надо, вообще говоря так, иметь политическую волю сделать. Тот технопарк, где мы с тобой сегодня были на мероприятии. Поэтому, понимаешь, это логично, что вся эта инфраструктура и вся работа большая, которая и системная делается, не в угоду какому-то времени. Ну вот мы год объявили годом программиста, год позанимались и дальше всё. Я же наблюдаю Татарстан, ещё будучи депутатом, ЗАГС собрания, мы прилетали сюда, я помню, когда внедрялись законы, связанные с системой госзакупок, тогда ещё какой-то 90-й федеральный закон был, я не помню точно номер, и мы удивлялись, как Татарстан в этих условиях, когда, казалось бы, пытаются создать прозрачность, транспарентность и равное условие для всех участников рынка, почему-то в Татарстане всё время выигрывают свои. Что правильно, вообще говоря, я считаю. Мне просто говорить, я сейчас не политический функционер. С одной стороны, может быть, это где-то рынок деформирует, но с другой стороны, конечно, логично поддерживать тех людей, которые у тебя на территории. Деньги должны в семье оставаться. Деньги должны оставаться, да, потому что это налоги, это увеличение налоговой базы, это занятость, да, то есть политического зрения для меня здесь вопросов нет. И для нас в этом смысле Татарстан для регионов всегда был примером последовательного системной работы по ряду направлений с таким истинным патриотизмом. Поэтому, конечно, логично, когда мы с тобой возвращаемся к количеству резидентов, которые есть, что у вас третье место. Хотя, наверное, если пересчитать на население, может быть, я же вижу все время в голове, пытаюсь как-то все-таки... Знаменатель себе. Знаменатель, да, чтобы никому не обидно было. Матрица себе хорошо. Деформация профессиональная сейчас с прикладной математики. Я думаю, что, может быть, вы даже бы и Питер бы обогнали. Может быть, там надо посмотреть. Кто еще? Татарстан был назван? Екатеринбург, Новосибирск. Ну, такие крупные регионы, конечно, ну, это и очевидно. Там и академическая среда сильная. Ну, вот, тут же Академгородок, все-таки и сегодняшнее наследие Новосибирска, Академпарка, который там, это же в лучшем виде наследие вот той инфраструктуры. Очень правильная череда решений в свое время. Вот всю эту систему, которая долгие годы создавалась, там вывести на новый уровень за счет того, что мы вот такую надстройку сделали. И сегодня там классный тандем у ребят, они классно работают с академическими институтами, которые вокруг Академпарка, выходим в городки. Верю, мы последний раз где-то месяц три назад виделись. Хотя я сегодня увидел, а тебя сегодня не узнал. Минус пять лет, минус семь килограмм. Что там? Это парадарм. Что случилось в Сколково? Нет, в Сколково ничего не случилось. В Сколково ничего не случилось. Это уже такая, знаешь, личная история. Она связана с тем, что, ну, все-таки чем старше становишься, тем больше. С одной стороны хочется, с другой стороны вынужден о своем здоровье заботиться. Слушай, у меня трое детей. Значит, младшему четыре. Старший вот 17 будет, среднему 14. Значит, ну, хочется увидеть еще внуков и правнуков. И в этом смысле, конечно, надо о своем здоровье заботиться. С одной стороны. С другой стороны, я как-то вот, внутреннее мое ощущение сейчас вот с последнего времени, потребность в экспериментах. Потребность в экспериментах. Где-то над мозгом, где-то над телом. Очень интересно, если расскажешь, что ты, как бы, с собой делаешь, чтобы так выглядеть отлично. Ну, с одной стороны, как это, может быть, это такой интимный вопрос, потому что на части связано с религией. Да, я все-таки, ну, считаю себя, мне хочется в это верить. Я к этому стремлюсь. Я считаю себя человеком православным, выцерковленным. И поэтому я стараюсь держать посты, которые есть и в пост. Поскольку я очень люблю мясо, значит, и все, что с мясом связано, я в пост худею, с одной стороны. С другой стороны, я здесь еще решил поэкспериментировать с различными диетами, которые есть. Поскольку уж в пост начинаешь над собой издеваться, смиряться, если по православному, то уже так это решил до конца. Вот, поэтому, ну, и спорт. Я стараюсь, у нас в Сколково много спортивных активностей. Я еще в институте играл, занимался большим теннисом. У нас сейчас есть чемпионат, турниры, которые такие корпоративные проводятся с бизнес-школой Сколково. Я сейчас стараюсь готовиться, поэтому есть физические нагрузки. Это правильно. Вот у меня сын средний занимается баскетболом. И он уже вошел в подростковый возраст, который, в общем, непростой всегда подростковый возраст. И где-то я это делаю с оглядкой на него, чтобы для него быть примером. Это тоже важно. Я, к большому своему сожалению, в последние годы не так много времени тратил с детьми, как мне бы хотелось. Ну, в силу объективных где-то причин. Правда, много командировок, много задач, и где-то надо это наверстывать. И единственная возможность сейчас в этом возрасте... Знаешь, как на Кубани говорят, ребенка надо воспитывать, когда он поперек лавки лежит. Когда он вдоль лавки лежит, уже бессмысленно. Мой уже там где-то длиннее меня, значит. Поэтому единственная возможность как-то повлиять на какие-то вещи это собственным примером. Жена у меня этому очень потворствует, слава богу. Значит, она человек, который интересуется, экспериментирует со здоровым питанием. То есть у нас как-то вот так в семье... Не специально, но так завелось, так это возникло, и я этому с удовольствием подыгрываю. Не знаю, что будет дальше, зарекаться не хочу, но пока мне нравится. Про некоторые эксперименты с мозгом ты начал говорить. Что это значит? У меня есть один товарищ, мы с ним все время ведем такие душеспасительные дискуссии, связанные с эффективностью работы мозга, потому что, значит, нагрузки, они все-таки... Есть же определенные, да, там много информации. Просто в силу даже объективных причин в тебя попадает. Надо как-то стараться, значит, все это правильно переваривать и выдавать. Хотя поскольку я какой-никакой руководитель средней руки, какие-то люди от меня зависят от каких-то моих решений, поэтому хочется, чтобы мозг был ясный и работал четко. И питание – это большая часть ясности и четкости работы мозга. Правильное питание, правильное соотношение. Дай пару лайфхаков. Да нет, слушай, ну вот, если говорить о питании, оно должно быть просто правильно. Вот два, ну, может быть, три фактора. Ничего нового не скажу, думаю, все это знают. Но знаешь же, всегда очевидные вещи, сказанные вслух много раз, некоторых людей в эту сторону мотивируют. Конечно, это правильное питание, соотношение белков, жиров, углеводов, количество калорий, которые ты потребляешь, там, с учетом нагрузок, которые у тебя есть. Второе – это сон, даже, может быть, и первое. У меня со сном сложные взаимоотношения в силу большого количества перелетов, ночных, часовых поясов. Вот сейчас открыли офис в Индии, значит, вот, мотаюсь периодически в Индию, там, ночные рейсы, там, ты не выспался. Утром встал, у тебя уже переговоры, ты вынужден что-то думать и говорить. Жетлак, там, на английском языке, там, что-то воспринимать, как-то реагировать. Ну, то есть, это всегда такие непростые стрессовые слои, поэтому сон – история важная. Я сейчас даже одну из книжек, которую читаю, дочка мне подарила на Новый год, но это, видимо, такой троллинг был, легкий с ее стороны, на виде, что я мучаюсь периодически. Книга называется «Зачем мы спим?». Интересная такая книга. Профессор Мэти Уоллес или Мэти Уолтер несколько десятилетий вел исследования, как сон влияет на нейронные связи, на стресс, на эффективность работы мозга, там, все эти солограммы, там, снимал. Поэтому вот мне жена кольцо подарила, о котором мы с тобой говорили, оора, которая ночью замеряет сердечный ритм, частоту сердечных сокращений. Посмотри, тут сколько датчиков внутри, видишь? Она много чего замеряет, фазы сна замеряет, вот, я на него ориентируюсь. Она еще подсказывает постоянно, что вот там, сегодня вы дали недостаточную нагрузку, вам нужно побольше, а сегодня вот вы вчера недоспали, сегодня вам нужно лечь спать пораньше. Поэтому сну, конечно, я тоже стараюсь уделять большое внимание, и действительно это помогает. То есть надо себя в этом плане дисциплировать. Ну и третье, это нагрузки. Конечно, все-таки нагрузки должны быть. Потому что если соотношение, дисбаланс у тебя там, активность и отсутствие нагрузки. Физические нагрузки. Физические нагрузки, конечно. Поэтому я стараюсь там, помимо тенниса, несколько раз в неделю просто в спортзал сходить с тренером, позаниматься, силовые нагрузки там, где-то поплавать, где-то побегать. То есть это must-have в графике. Сколл-куинт биохакеров. Не увлекаешься этим? Есть, конечно, вот у нас сейчас стартап-вилледж будет 24-25 мая. Там целый стенд будет по биохакингу. Но я, знаешь, к этому очень отношусь осторожно. Это мы с тобой еще не начали говорить про всякие лекарства. У меня есть еще одна фенечка. Она связана с тем, что вся наша семья, она уже много лет лечится гомеопатией. Мы не употребляем никаких таблеток. Это вещь дискуссионная. И очень часто даже с нашими медиками, с своими коллегами, в Сколково на этот счет спорю, но я вижу это совершенно точно по своим детям, по частоте их болезней, по течению этих болезней, по собственному ощущению. Я от ковида три раза ковидом болел, три раза гомеопатией подлечился, и все нормально прошло. Вот. И я очень-очень осторожно отношусь ко всякого рода таким вот вещам взламывающим. Даже вот наш гомеопат, он категорически против витамин. Потому что считается, что если ты ешь нормальные продукты в нормальном питании, то тебе этого должно всего вполне хватать. Любые искусные вмешательства в организм, это так себе история. Ну, по крайней мере, можно дать начало анализа, причем витамины пить. Ну, безусловно, я про это сейчас вообще молчу. У нас много людей, там сами себе что-то выписывают. А потом это имеет далеко идущие последствия. Но вот для тебя же очевидно, например, что если ты мышцу не качаешь, она у тебя там или атрофируется, или уменьшается в размерах. Вот так же иммунитет. Вот если ты ребенку с самого детства при минимальной температуре... Знаешь, если такие родители тревожные, в моем окружении тоже много таких, температура 37, все уже антибиотики дают. Слушайте, ну дайте иммунитету ребенка справиться с... Подтренироваться, в конце концов, вот этому иммунитету. Абсолютно. Это же как в зал пойти, понимаешь, мышцу-то подкачать. Ну, кто учил в школе биологию, помнишь же про антитела, про вот этот иммунный ответ, про реакцию. Ничего же в этом такого нет, никакого секрета. Значит, мы детям не даем таблеток даже при температуре под 40. Потому что, наоборот, хорошо. Организм сам борется. Если у тебя высокая температура, это значит, у тебя хороший иммунный ответ. Значит, организм правильно реагирует. Хуже болеть без температуры. Когда температура так себе, это значит, у тебя иммунитет так себе. Вот. Поэтому у нас в семье есть... Культивируется определенная идеология здесь. То есть, это последовательная тема. Она не связана только с детьми, таблетками, питанием. То есть, мы стараемся все-таки максимально такими естественными методами как-то жизнедеятельность правильную поддерживать. Не могу сказать, что все удалось. Где-то, значит, где-то в чем-то я недоволен. В структуре питания, например, и в частоте нагрузок. Где-то надо с ленью чуть больше работать. Где-то надо со своими желаниями на ночь картошки жареные поесть и бокал вина выпить, тоже работать. Но это точно стало лучше, чем было. Понимаешь? Такие большие задачи, они все-таки требуют... Ну, от себя. Я про себя говорю в первую очередь. Есть люди с железной силой воли. У меня, кстати, жена. Это в этом плане просто... Вот она для себя что-то решила. Все. Я удивляюсь и восхищаюсь такими людьми, которые могут... Все, решил, и вот так двигается. Я так не могу. То есть, мне надо долго, нудно, где-то вот себя там через коленочку подломить там. Потом два шага назад, три шага вперед. Вот это все. Но, тем не менее, если этим заниматься не будешь... То есть, я-то понимаю, для меня это стратегия. Там, скажем, к 50 годам подойти в более-менее нормальной форме. И уже к этому возрасту точно не задумываться о том, сколько воды выпить, потому что ее надо выпить там 3 литра в день. Значит, в какое время поесть? То есть, это должно быть уже на уровне такой вот моторики ежедневной. Ну, и результат-то налицо? Ну, наверное. Наверное. Юрий, спасибо. Было очень интересно. Желаю успехов. Ну, увидимся еще на новых проектах в Москве, в Казани. Очень интересно побеседовать, поэтому желаю тебе личных успехов, достижений, чтобы у тебя все складывалось, как ты задумал. Спасибо. Я тоже хотел тебя поблагодарить. Мне кажется, это такой очень интересный формат, когда мне коллеги сказали, вот, Айрат, подкаст, все дела. У меня такой диссонанс сразу легкий был. Я никогда не воспринимал тебя и коллег, которые в Татарстане работают такими махровыми чиновниками, значит, особенно учитывая отрасль, в которой ты работаешь. Но это, конечно, мне кажется, интересный опыт. Я надеюсь, что я какой-то тоже вклад внес в твой альтернативный имидж не такого неформального министра, поэтому мне тоже очень приятно. Я надеюсь, что как-то вот подписчики твои это оценят. Поэтому спасибо за приглашение. Спасибо, Юр. У меня есть хобби, значит. Я снимаюсь с фильма. Да, ничего себе. Да. Это с чем связано? Ну, как всегда было интересно. Знаешь, такая романтика. Вот там в космос полететь и фильмы где-нибудь снятся. Я первый раз приезжаю на съемку. Слушай, это, конечно, отдельный мир. Это настолько все... Это, знаешь, как на Мальдивы летишь на две недели, выключаешь телефон и отдыхаешь две недели. Потому что все, что вокруг тебя, это абсолютно другая картинка, чем то, что ты живешь. Другая вселенная. Так и там. Ты попадаешь вот на съемочную площадку, и это все, конечно, просто... Вот это все оборудование. Какие фильмы, может? Ну, вот последний фильм, который вышел в прошлом году, «Бессмертный» фильм назывался. Посмотри, там даже на заставке. А мы все ссылочки оставим. Я бандит. Еще какие? Бандиты играю. Вот сейчас снимался сериал в Астрахани, очевидно, невероятно, со Светой Хаченковой. Я с ней снимался в кадре. А актерскому естеству нужно какое-то брать? Или ты как бы интуитивно... Да нет, слушай, ну я там... Ну, как бы, я же прилетаю на полдня. У меня же нету дофига времени. Это какая-то эпизодическая роль там с тремя фразами. Какие-то, наверное, есть, наверное, надо... Какие-то скиллы надо иметь, чтобы в кадр войти. Не, ну надо иметь скиллы, конечно. Не, ну режиссер там тебе подсказывает. Хотя это тоже... Я никогда не думал, что это так сложно. Вот я тебе отвечаю. Мне всегда казалось, что я в целом человек такой, ну... Достаточно артистичный. Артистичный. И тебе говорят там, ну, сыграй там, не знаю, грусть там сколько. Слушай, это реально тяжёлая история. Вот я в «Бессмертных» снимался, я там играл бандюка. На рынке в 90-е, который крышует точки. И мы подходим с партнёром, а мой партнёр был каскадёром. Парень, потому что он драку исполнял. Мы подходим к точке, значит, ну и парень, типа, там, дать, условно говоря, не платил. Ну и мы-то начинаем с ним качать. Вот. И я ему говорю, слышь, ты, а чё ты тут подделаешь? Я такой, знаешь, там, барсетку. А что там, кто тебе разрешил там? Да мне косой разрешил. А, чё, косой, что ли, чё, решай. Ну, примерно такой разговор. Вот. И мой партнёр говорит, слышь, короче, шмотки забирай в лес. Он тут такой, не, пацаны, и так не пойдёт. И мой партнёр к нему подходит, хватает его, ну, поскольку он каскадёр, и у них начинается драка. То есть он его бьёт в лицо, они там падают в эти китайские сумки клетчатые. А поскольку там несколько камер снимает ряд планов, то есть общий план, и потом был кадр, меня снимают крупным планом, и я должен дёрнуться на помощь, потому что начали бить моего партнёра. И это крупный кадр, и здесь надо сыграть. Ну вот, вот, представляешь, вот ты с другом идёшь, и у меня товарищи начинают бить. Вот какое у тебя лицо. Ну, представь, да, ну ты же не можешь кинуться, и там товарищу сейчас помогает. Ты знаешь, как сложно оказалось. Вот это же секунда, которую ты должен сам, ну вот там, знаешь, удивление, засада, скорбь. По Станиславскому. Да, то есть всё на твоём лице должно быть написано, и тебя снимают крупным планом. И зрителю должно быть понятно, что ты в этот момент... Он должен тебе поверить. Да, он должен поверить, что ты в этот момент... Слушай, я с репликами... Вот, скажем, 30 секунд предыдущей сцены с репликами, когда мы подходим, когда я там кручу там барсетку, там, ключи там, сняли из серии там за час, а мою рожу, которая полторы секунды в кадре, там Тигран мне уже говорит, слушай, ну вот так, ну вот так. Нет, очень сложно. Очень сложно. Продолжение следует...